васту коррекции ответы на ваши вопросы привет друзья с вами канал артвасту и сегодня мы опять будем отвечать на ваши вопросы для того чтобы задать вопрос нужно перейти на бусти а подписаться подписаться и смотрите среди последних да кстати момент когда вы на бусте регистрируетесь регистрируйтесь по номеру телефона тогда вам не нужно будет запоминать через какую соцсеть вы вошли и какой пароль вы ввели просто заходить через номер телефона тогда вам будет приходить одноразовый пароль и вы будете всегда заходить и ничего не забудете у вас не будет никаких сложностей значит вы заходите на бусти подписывайтесь и среди последних постов у здесь на странице ищите пост с ответами вопросами ответами на ваши вопросы обычно он последний сейчас последним висит где купить васту корректоры это шикарная памятка который я для вас сделала все ее могут скачать бесплатно перейдя на бусти здесь подписавшись на меня и можете скачать себе эту памятку там все фотографии корректоров где купить ссылки телефона все дела и не забывайте что там в памятке прописано у каких конкретно продавцов нужно назвать промокод и тогда вам продавец положит подарок про этот подарок я буду снимать видео пока просто все не успела так среди последних постов находим пост ответы на ваши вопросы вот и давайте посмотрим и под ним оставляем вашу вас ту карту нарисованную по моим видео вот и оставляем свой вопрос посмотрим что нам накидали в этот раз начнем с первым с первого это значит 22 февраля нет все правильно сверху начнем до верхней последние до 29 января спасибо за ваши рекомендации буду работать в этом направлении у меня возник еще вопрос камфору заменить например комфортным маслом из аптеки можно ли я нашла на озоне за 1000 рублей на пока в декрете тяжело хочется камни для коррекции я на некоторые вопросы иногда отвечаю текстом если я вижу что у меня с телефона все открылось и я могу ответить чтобы девочки не ждали вот и я здесь пишу варваре что так как очень сильно подорожала камфора то некоторые стали покупать синтетическую камфору она дешевле и вот мы на озоне видели ее за 250 рублей вот и смотреть как она я еще пока не пробовала надо попробовать когда моя закончится я попробую тоже синтетическую мне интересно но знаю что многие васту эксперты используют и все нормально так все что на спирту мы не используем вот так дальше у нас вопросы и еще вот мой дом 150 квадратных метров когда я делаю коррекции в каком-либо секторе мне обязательно нужно проходить весь дом можно пример только тот сектор в котором будет коррекция опять же нехватка времени ребенок я один раздела на руках годовая малыш присутствовал два кота и собака все ходили за мной наблюдали смотрите очищение хорошо действует когда мы ходим везде вот по всему дому или по всему этажу хотя бы хотя бы этаж в идеале три с половиной круга но если вы не можете не успеваете пройдите один круг это тоже будет сильно это тоже будет мощно конечно мы смотрим по нашим возможностям то есть если вообще никак не получается то пройдите хоть сколько-то то есть тут нужно от своих возможностей смотреть если я вам скажу ходить только все пять элементов и только три с половиной круга с каждым элементом то вы не сделаете ничего и в итоге у вас будет сильная турбулентность после коррекции и вообще некоторые проблемы а поэтому делайте хоть что-нибудь что вы можете вот и это уже будет работать чем больше смогли хорошо больше смогли отлично так дальше здравствуйте дарья если я переезжаю перевожу с собой камни покрашенные в синий золотой цвет заберу их из старого пространства в новое надо ли их чистить перед тем как перезаложить сектора но смотрите камни в принципе мы не так что сильно чистим вот не сказать что мы там прям вот именно камни прям вот там пять часов выдерживаем со свечой там моем в соли замачиваем я вот с моря приношу например камни и просто мой водой споласкиваю без каких-либо средств ничего больше с ними делаю свечой я их не очищаю вот делайте как чувствуете если вы чувствуете что нужно почистить почистить вот если вы не чувствуете не заморачивайтесь можете свечи рядом поставить вот вы все камни принесли свечи поставили там через полчаса через час и свечу потушили камни разложили так по волшебной микстуре хочется чтобы всегда горела еще различные варианты ваше видео помогли им внутри и церковная свечка вместо фитилька церковная свечка вместо фитилька ну не думаю потому что с нее же течет с нее течет воск там или парафин что там из чего там она эта свечка нет в принципе хороший фитилек из просто ваты или ватного диска промасленный очень хорошо горит по поводу волшебной микстуры нужно тренироваться всегда что-то новое появляется вот например мне одна подписчица поделилась интересными такими советами секретами все время делятся и тут интересненько от нее тоже прилетела что конжут можно просушить на сковородке не прожарить а именно подсушить подсушить на сковородке и тогда он лучше горит и подсушить вместе его наверное с гвоздикой подсушить не жарить и еще она перемешивает масло ги и мелко измельченную камфору между собой и уже в эту смесь добавляет все остальное и перемешивает и она говорит что у нее он во-первых горит отлично а во-вторых ничего не щелкает при когда вот горит волшебная микстура что у нее все очень чистенько ничего не разлетается попробуйте я еще пока не успела попробовать так дальше все окна в квартире на юг юго-запад юго-восток деньги утекают сквозь пальцы нужно заложить луна и по формуле уже наклеила пленку бронзовым если на стенах где я отметила зеленым повесить зеркало зеркала будет ли эффект заблокирован северо-восток-восток у нас с мужем нет реализованности в работе апатии отсутствие энергии над плитой есть возможность повесить зеркало на трубу от вытяжки хотела форме солнца и вопрос про срезы в нашем случае северо-восток северо-запад как это влияет можно ли что то сделать с ними так зеленым повесить зеркала будет ли эффект так север север у нас так зеленым вот здесь у холодильника на северо-востоке в сторону востока хороший вариант вешайте на востоке над плитой в сторону востока вешайте только вы хотите повесить какой-то странной формы на самом деле лучше повесить и просто прямоугольник максимально максимального размера какой туда влезает я так понимаю что мы так маленькое местечко если вы туда еще какую-то мини форму повесить форму тоже можете повесить но чисто вот больше она будет она как зеркало будет работать мало потому что на маленькая но она как форма будет работать поэтому если место маленькая а надо приток открыть вешайте зеркал по максимуму поэтому лучше всего подходят зеркала прямоугольные или квадратные вот которые вы максимально по размеру можете подобрать так два зеркала что там еще вопросе было про какие-то срезы 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 северо-восток кажется северо-запад давайте посмотрим что там про срезы так наклеил пленку бронзовую хорошо заблокирован с мужем нет лизу апатия отсутствие энергии над плитой в нашем случае северо-восток северо-запад так а если здесь квартира другая а и здесь ну здесь на северо-западе я точно думаю что здесь другая квартира я думаю что за этими срезами находятся другие квартиры так еще одно зеркало заметила синеньким при входе это на севере это хорошо так срезы в данном случае самими срезами не заморачивайтесь санузел на северо-западе надо корректировать видео у меня есть как его корректировать если ремонт не сделан или будете что-то переделывать или в коридоре лежат какие-то коврики можно еще обложить спиралями этот санузел вот соответственно северо-западе это будет бронза или латунь спирали или да бронза или латунь спиралечки так на северо-востоке ну вы в любом случае у вас очень поврежден северо-восток-восток мало то что нет окон срез и еще и загрузка тяжелой кухни поэтому вам тут в любом случае жемчуг серебро много и надо как-то лезть под кухню и там где то куда то в каком-то месте где вы сможете долезть там где то закладывать потому что по другому никак да зеркала хорошо но этого сильно недостаточно дальше смотрите это еще не все ваши проблемы вот у вас север приток вот у вас брахмастан вот у вас шкафы они вам закрывают весь женский приток ну тут не только женский приток но как бы вообще приток финансов всего помимо того что здесь в коридоре еще какие то ну зеркало висит отлично хорошо пусть висит какая-то мебель но вот эти вот шкафы они закрывают очень сильно то есть как минимум их нужно максимально освободить и придумать куда переместить хотя бы часть городите что то вот тут вот юг юг юго-запад может быть вот здесь над рабочим местом можно какие-то полки соорудить туда убрать хотя бы часть вот отсюда вот так про пленку я прочитала хорошо и вот здесь вот детской мальчиков в брахмастане спать нельзя спать нельзя в брахмастане вынимаете им отсюда кровать никому спать нельзя ни детям, ни взрослым вот не знаю где они тут у вас спят но если их двое диван нарисован один вот думаете как вам этот вопрос решить вообще место для мальчиков вот ну понятно что здесь кухня но хотя бы может быть спать будет здесь хотя бы один ребенок хотя бы одного ребенка вынуть из брахмастана а второму не знаю перетащить кровать так чтобы она в брахмастан не попадала то есть такие прям серьезные серьезные как бы проблемы которыми надо озадачиться так а тут я уже что-то ответилось так а сколько стоит консультация ля-ля-ля да и кто хочет на консультацию в телеграме мне в группе напишите что хочу консультацию я всем отвечаю мы с вами общаемся уже лично и вы решаете какая консультация вам нужна или не нужна или пойдете еще посмотрите видео так дарья бога дарю за вашу стань купил карту до встречи с вами живу в германии некоторые вещи не просто достать планируем генеральный ремонт и хотелось бы вашу ответ к примеру можно ли заменить плитку ванной комнате в дизайне мрамора вместо мрамора как быть зеркалом в ванной комнате достаточно ли заклеить пленкой можно ли пирамиды спирали сделать из дерева гипсы покрасить цвет сектора достаточно ли опущения потолка по линии окон так давайте посмотрим два плана это что значит это дом так дочь так север север вот лестница север лестница где вход или это второй этаж а тот первый так столовая так вот вход вход я нашла вход у нас вход у нас на востоке что хорошо санузел на северо востоке тут еще что то не вижу то ли гардеробное то ли что тут лестница ну приток весь приток проблемненький отток проблемненький так корректировать надо очень серьезно давайте посмотрим что там пишут заменить нет плитка под мрамор не будет работать как мрамор бесполезно зеркалом ванной комнате ванная комната где у нас ванная комната если ванная комната на северо востоке как я это понимаю то здесь заклеивать ничего не надо или у вас имеется ввиду какой то второй санузел на втором этаже так на втором этаже у нас я не вижу вообще не понимаю что вот здесь серединочки надеюсь что это просто обозначение для стройки что это не какая-то конструкция я не вижу на втором этаже санузел а а вот этот большой но он тоже на северо-востоке ну пусть будет тут зеркало а оно в другую сторону вот сюда что ли просто нужно перевесить здесь оставить маленькое а большое перевесить в нужных нам направлениях в сторону севера или востока и пусть там большое зеркало висит это хорошо если вы собираетесь сделать ремонт вот я тут вижу генеральный ремонт смотрите у вас пространство непростое тут я вам даже не подскажу вот так вот ну тут прям серьезно надо заниматься у вас еще очень сложная форма форма сложная смотрите вот здесь в секторах оттока у нас расширение а вот здесь у нас срез то есть это насколько я понимаю у нас юго так если это запад юго-запад это юг это самое такие сложные сложное очень пространство вот плюс еще туалет на севере востоке вот здесь вот все закрыто и это я еще с комнатами с вашими не разбиралась то есть непростой вариант вам по любому нужно на консультацию как бы камни или кого то вы другого найдете вот вы строили вас ту карту может быть вы там возьмете в любом случае вам нужна консультация так вопросы значит про мрамор написала нет нужно именно мрамор натуральный камень как быть зеркалом можно ли пирамиды спирали сделать из дерева гипса нет спирали без спирали можно обойтись можно просто заменить металлом в любом виде в каком-то пирамиды 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 вы имеете ввиду над окнами которые корректируют деревянные или пирамиды из металлов если вы я просто на своем канале про пирамиды из металлов еще не рассказывала но ко мне приходят из других школ поэтому я на два варианта расскажу значит пирамиды из металла нет из гипса нет это должен быть именно металл мы корректируем именно металлами либо камнями гипс и прочее так работать не будет если вы продеревянные то деревянные подвесы над окнами можно сделать из дерева можно сделать из фанеры либо вы можете во всех зонах оттока за мыслью следите во всех зонах оттока опустить потолок либо по линии окон либо вообще во всем оттоке например на 10 сантиметров это сильно вам поможет скорректировать также во всем оттоке можно поднять уровень пола на 10 сантиметров во всем оттоке не захватывая брахмастан не захватывая приточные сектора только отток юго-запад запад юг и юго-восток вот эти вот сектора поднять пол и опустить потолок это вам очень сильно поможет ну и конечно в идеале раз вы все равно будете делать ремонт туда что-то заложить какие-то металлы что-то еще внутрь пола заложить поэтому все-таки поищите возможность консультации так ну хотя бы потолками полами поиграйтесь это как меньшие из бед и санузлы по-хорошему это же дом тут написано это дом или это какая-то двухэтажная квартира не написано мне кажется это дом туалет надо перенести подумайте как перенести туалет вы даже не представляете какую жопу в вашей жизни создает этот санузел если это не квартира если это ваша собственность это ваш дом то в принципе технически да это сложно но это окупится зачем вам дом и вообще если вы не будете жить счастливо поэтому подумайте об этом на худой конец санузлы очень хорошо корректировать но любая коррекция даже если вы килограмм жемчуг засыпите здесь вокруг вам эффекта не даст то есть понятно мы в квартирках сидим и мы с этим мучаемся мы не можем себе туалеты перенести потому что общий стояк мы не можем это сделать исправить но если у вас дом то вы можете у меня друзья есть пример тому одни перенесли поменяли санузел с чем-то еще с кухней чтобы местами не помню а вторые друзья мои убрали окно из юга и переставили его на север эффект просто офигенский и у тех и у других поэтому подумайте об этом так так дальше здравствуйте дарья спасибо за ваш канал по вашему видео квартира ориентирована точно по северу отклонение меньше пяти в спальне спит муж и дети сплю на севере квартира 56 лоджия стоит на фундаменте дома поэтому включила в карту хочу начать с утяжеления в спальне правильно ли я поняла что в спальне закладывать юго-запад 50 на кусочки юга 50 на запад 35 пока все верно еще у нас висит зеркало в прихожей буду на восток гостиную перевешивать оно большое стоит шкаф светло плюс темное дерево в прихожей мы успели сделать надежной потолок так подождите я сейчас посмотрю я так быстро много не успеваю так восток значит гэшка у нас вот так стены проходят проходит так стены значит на востоке мы вошли лоджию включили в сетку ну про лоджию я не уверена вот ну включили включили в принципе конечно на такие карты нужно строить сетку по другому тогда у вас появится кусочек юга вот здесь здесь появится сейчас где да все верно появится где-то вот тут примерно появится кусочек юго-восток а здесь примерно появится кусочек юга и можно будет в них заложить артефакты этих зон вот если тем способом построить но я пока еще не не рассказывал как это сделать не уверена что я могу и смогу но можно просто у меня заказать построение той восток карты чтобы почетче свои сердца сектора увидеть так что там распределение веса я вижу но вам этот кусочек юга вам его нужно найти вот этих секторов которые по этой картине видны зеркало в прихожей так как оно большое возле входной двери где тут зеркало а все вижу зеркало надо убрать перевести его да вот сюда можно повесить вот сюда или вот сюда можно повесить тогда будет лицом в сторону севера и будет отлично так что то там шкаф 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 это вот этот наверное а что заштриховано тогда не пойму а да кстати да наверное а там что то напишет про натяжной потолок наверное это он заштрихован сделать натяжной потолок уменьшить в себе приток можно ли не опуская потолка в спальне так в прихожей сделать натяжной потолок можно не опускать потолка в спальне сделать коррекции камни пленка подвеса я не поняла форму потолка но если он в прихожей если он вот здесь или он вот здесь это приток давайте еще раз север северо-восток восток брахмастан ну и как бы северо-запад тоже потолок в идеале должен быть повыше значит вы говорите лоджи захламлена лоджи у вас север северо-восток лоджи срочно растащить так спальня значит я так понимаю что спальня вот это что там про шкаф спальню надо утяжелять по максимуму то есть тут шкаф антресоль тут что хотите ставьте чем больше тем лучше все сюда хоть вообще можно даже вот так отградить отдельную комнату вот отсюда в центре будет вход и там сделать себе вот такой буквой п сделать стеллажи вы заходите и тыц-тыц мы у себя кстати примерно так и сделали так прихожей не опуская потолка в спальне сделать коррекции камни пленка подвесы во первых камни пленка подвесы можно всегда и нужно всегда неважно можете вы сделать потолок или нет можете сделать потолок сделайте потолок можете поднять пол сделайте пол в данном случае чем больше тем лучше делайте все что вы можете соответственно все что вы не можете вы не сделаете но вот так хотя бы часть будет сделана еще на лоджи спальня шкаф после окна пока мы перенести подвесы спрятать спрятать его за дверцами шкафа а в гостина у нас так сейчас подвес так под окном вы не сможете сделать шкаф и здесь нормального размера потому что трансовым маленький кусочки и подвесы они должны висеть именно над окном и вообще не довольно красивые не бойтесь что они будут выбиваться просто нужно подобрать цвет и сделать их цвет интерьера и очень красиво кстати скачайте мне там памятку вот и нам тоже прислала оксана фотографии на кованом очень красивом карнизе ки она повесила подвес смотрится бомбически вот поэтому прятать их можно то есть вы можете над окном например просто мало тут шкафов не влезет если вы шкафу так поставить вас тут будет очень узко вам надо ее максимально квадратной делать эту комнату мой вариант прикольнее ну конечно у всех свои возможности я бы сделала вот так вот я бы здесь отгородила сделала бы с отдельно кладовку со входом отсюда например по центру чтобы справа слева и вдалеке был стеллаж так буквы п вот здесь разместила мебель здесь опустила антресоль над окном на всю ширину комнаты высотой до окна сколько там есть возможность 20 40 сантиметров или сколько сколько у вас высота потолков вот и в эту антресоль просто кстати есть эти кухонные полки длинные такие из них можно собрать себе шикарную антресоль если вы здесь над окном антресоль утяжеляете то подвесы можно не вешать но в вашем случае я бы сделал бы и антресоль и подвесы чем больше мы сделаем тем лучше жизнь у нас будет в этой квартире так сейчас я по вопросам еще пробегусь потому что много текста я так не успеваю сориентироваться так отклонение юго-запад спит муж и дети сплю в гостиной на севере так на сей хорошо спите хорошо не попадайте главное брахмастан проверьте что у вас оно ближе к северу на севере хорошо женщине спать нам муж на юго-западе хорошо спит тоже дети дети но дети где где уж получилось детям спать там они спят лучше хочу в спальне так в спальне закладываем закладываем зеркало перевесить шкаф светло-темное дерево я так думаю что этот шкаф наверно вот он или он вот здесь но он вам вообще тут не катит никак где бы он тут не стоял придумывайте куда его тащить куда переделывать это у вас приток здесь восток здесь брахмастан даже если мы сделаем другую карту более точную построим вот сюда чуть-чуть попадет отток и тогда возможно если здесь шкаф возможно он будет и на своем месте но вот здесь юго-восток только попадет то есть вот с этим местом это как бы как раз вот нужно ту карту построить но в той карте я бы не стала лучше включать если у вас там был бы вынесен вот этот оконный блок вынесен оконный блок и она утеплена тогда да вот а в данном случае я бы ее рассматривала просто как расширение но я конечно не знаю может быть у вас действительно там оконный блок вынесен ну в любом случае чтобы вот эту вот ситуацию увидеть надо построить более точную ту у вас ту карту в целом да отток вы можете утяжелять да то есть в любом случае вот эти два сектора вы можете утяжелять максимально все что можете здесь сделать все сделайте вот хорошо хотя бы это санузлы попадают нормально попадают так подвесы спрятать за дверцами шкафа я вот эту вот тему не очень поняла с шкафом вы же не можете себя так надгородиться в шкафу нет подвесы не будут работать если я правильно вас поняла нарисуйте эскиз прикрепите в телеграммчике мне напишите что это я посмотрю и в гостиной у нас в брахмастан попадает шкаф с книгами и стена куда этот шкаф деть как корректировать брахмастан в гостиной а я поняла шкаф с книгами смотрите смотрите вот именно гэшки образные и сложные формы квартир у них нужно строить более точную вас ту карту потому что вот эта вся часть она немножко поменяется будет брахмастан немножко другой формы скорее всего шкаф все равно в него попадает но мы более точно увидим куда его тащить шкаф с книгами конечно вот сюда надо все сюда тащить надо надо здесь придумать такое хранение чтобы все помещались если здесь спит муж и дети может быть им двухэтажную кровать которая собой тоже будет утяжелять вот может быть придумать что-то еще может быть какие-то потолки у вас может быть здесь сделать эту как кладовку а над ней сделать детям спальное место думать надо тут прям нужно потому что когда много людей проживает не так просто изонирование сделать и все вопросы свои решить и тут надо прям покумекать и конечно посмотреть поточнее ну да из брахмастана надо вытаскивать шкаф ну или в крайнем случае ну куда его переставить здесь здесь у вас вот тут все плохо шкафами загружать то есть здесь может стоять легкая мебель столы и там стеклянные или белые на тонких ножках что то такое прозрачное стеклянное пустое как бы играть тут можно учиться заниматься все можно делать а вот всю загрузку все сюда вот так что думайте куда и как его тащить для вот этого коридорного шкафа здесь возможно место и нарисуется но надо обязательно начертить посмотреть так про утяжеление все правильно говорите утяжеляйте так брахмастан корректировать выниманием оттуда шкафа шкафа и если вот эту штриховку все таки ну нет вы так натяжную потолку не могли натянуть потому что это не по форме что у вас тут натяжным опущено вот это лучше конечно снять сделайте себе из этого натяжного где-то в другом месте что-нибудь вот как таковой и потом у вас брахмабинда на самом деле центральная точка она сместится ну а на самом деле она не здесь она где-то вот тут будет примерно я так конечно вскидку тоже не умею точно определять я черчу сначала но она сместится и соответственно вот тут по-любому появятся кусочки юго-восток и юга и вот надо посмотреть насколько критично снимать этот ваш потолок и в каком конкретном месте вот тут он висит вот лучше всего конечно приток корректируется тем что мы убираем оттуда то что его утяжеляет вот то есть или загрузку или увеличиваем высоту потолка ну в вашем случае сначала самое главное утяжелить отток это самое главное это обязательно это прям вот must have обязательно потом уже можно выбирать хотел бы услышать ваши рекомендации по моей квартире после переезда в эту квартиру начались конфликты с ссором безденежья уже появились неприятности на работе в итоге уволили тяжело переживал пытался бизнесом все мимо алкоголь депрессии в итоге ушел из семьи живу с сыном и дочкой плюс 20 бросили учебу в вузах не получается наладить личную жизнь расстаются кредиты глупые займы судебные тяжбы сын не чувствует уверенности в начинаниях так смотрите во первых ну карту не совсем верно построили у нее будет брахмастан где то здесь и он будет сложной формы вот это была бы карта такой если бы вы заложили ритуал родной одеяги в этих точках и эти точки камней эти закладки вам бы сформировали новую наркотическую решетку и она бы вот так вот бы вибрировала и тогда вот это был бы прямоугольник вашей квартиры а вот эти три были бы расширения но так как вы это не делали я на 99 процентов уверена потому что у нас одна школа дает построение вот этой карты но не рассказывать что она так будет вибрировать только после того как вы ритуал родной одеяги заложите так я об этом уже знаю поэтому я знаю что он у вас тут не заложен скорее всего поэтому брахмастан будет немножко не так он будет вот здесь выпирающая вот сюда сложная форма тоже нужно его рисовать да вы все верно говорите конечно же в такой квартире вот это называется квартира сложной формы расширение юго-западной части как и срезы и на юге дают вот такой вот эффект и конечно же очень-очень негативный вот дети юго-восток вот здесь получается с большой средств на юго-востоке сыну и мужу всем вредные привычки нежелание учиться все дела абсолютно нормально в этой квартире то есть по сути их даже нельзя винить в том что у них что-то не складывается так восток нам загрузили грязня и туалет и ванная северо-северо-восток северо-запад хороший можно сказать так в чем собственно вопрос что я могу сказать во-первых нужно корректировать по-серьезному квартиру для того чтобы из нее переехать чтобы либо продать купить либо сдать себе снять рассмотрите этот вариант но чтобы дело сдвинулось нужно корректировать утяжеление утяжеление очень большое утяжеление то есть ну килограмм не знаю ну 200 точно можете положить вообще легко вот здесь эту пленку деревянные подвесы причем лучше вообще прям вот опустить потолок вот здесь во всем расширении и вот тут на лоджии тоже и вообще во всей вот этой комнате тоже хорошо бы опустить потолок и поднять уровень пола если вы поднимете уровень пола вот в этих зонах ну понятно пол сложно поднять я понимаю что там люди живут мебель стоит финансы все дела но потолок это легче то есть если вот это вот лоджи то можно заказать натяжной опустить им прямо на 10 или сколько там окно позволяет или договориться с кем-нибудь из там мужчин кто купит в лерла там доски вагонку еще что-то и вам обошьет этот потолок деревом и плюс еще опустит высотой хоть на сколько-то сколько позволит оконное остекление сколько-то оно позволит понятно что может ни на 10 ни на 12 но хоть на сколько-то вот и плюс очень сильно утяжелять металлами камнями если потолки не можете опустить полы не можете поднять тогда деревянные подвесы побольше тыц-тыц-тыц вдоль окна тыц-тыц-тыц можно на лоджии все хранение сюда все хранение сюда чтобы здесь вообще ничего почти не было все сюда шкафами все забить мебелью вот то есть ваш выход только такой утяжелять вот этот отток чтоб стало полегче фигачить очищение прям вот ходить и делать очищение если дети против свою комнату не пускают окей ходите без их комнаты все равно будет работать вот и здесь вот обойти отломать вокруг туалета плинтус и заложить туда корректоры вот ну тут вот мне по этой карте сложно сказать потому что по той карте немножко изменится ситуация здесь будет часть попадать в северо-восток вот этот будет скорее всего на востоке ванная скорее всего будет на востоке туалет будет в северо-восток попадать ну конечно лучше по той карте посмотреть ну вот в любом случае вы можете когда вот это сделаете это самое главное вот потом заняться туалетом лучше конечно да карту поточнее построить тогда можно будет туалет более точечно коррекции заложить вот ну как минимум его можно обойти этой как она свет который гирлянда 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 с этой стороны с юго-востока не надо с этих двух на гирлянду пустить ну самое главное вот это вот сделайте у вас в любом случае и походите очищением оно очень дает возможности возможности дает и когда вам даст возможности вы либо на консультацию придете либо какой-то еще вариант увидите либо хотя бы придете поточнее может быть карту нарисуем чтобы лучше вот эту серединку увидеть и что понять что конкретно тут брахмастан попадает но опять же все равно вот это все равно никуда не сместится это все равно нужно утяжелять всеми всеми способами про которые я рассказываю камни железо металлы что можете гири из чугуна что угодно деревянные подвесы пленка на окна так услышал что можно песком если нет волнов можно да если ничего нет песок можно у меня знакомые купили была возможность какие-то строительные смеси которые неправильно хранились им отдали это эти все смеси то ли бесплатно то ли за какие-то символические деньги по моему даже бесплатно лишь бы они только вывезли и они таким образом то ли 200 килограмм то ли сколько то в общем много веса они себе утащили и этим делом утяжелили если я не ошибаюсь подвал вот это вот под в зонах оттока там какое-то в общем что-то типа подвала вне вне нужных для нас зонах и в стройку эти мешки уже не идут на продажу они не идут а в качестве нашего утяжеления они все равно идут потому что вот эти все строительные смеси они все равно содержат там в себе там песок еще там что-то в общем нам все это подходит берите так скажите пожалуйста это имеет значение что пленка на юго-запад зеркальная желтая но зеркальная то есть с улицы по словам что это не видно что в помещении кажется я отвечала на это сообщение но почему тут моего ответа нет смотрите по поводу зеркальности расходится мнение одни школы говорят что зеркальную нельзя потому что она создает эффект зеркала а доктор говорит что зеркальную ему все равно он говорит нам главное цвет поэтому здесь разные варианты так сейчас антонина сейчас посмотрим какой у нее объект ага нет вам точно зеркальную нельзя точно нет я все таки за то чтобы зеркальную не использовать но в то же время я сама планирую такой финт ушами у нас в геленджике очень жарко квартира солнце лупит просто нещадно в наш этаж нагрев идет дикий ничего не справляется с этим и вот в такой экстремальной ситуации я себе выбрала и скорее всего буду ее клеить она и бронзовая и зеркальная или она золотая зеркальная я вот не помню еще у нас там проблема в том что эта пленка она из-за повышенных температур она выгорает быстрее стандарта то есть если по стандарту она там три года то здесь она выгорает быстрее а эти пленки которые зеркальные золотая зеркальная по моему дольше всего служат я узнавала там в одной фирме что они самые такие живучие вот она и дольше служит и золотой как бы цвет нам тоже подходит я как буду брать как исключение из правил и плюс у меня там много еще чего по окнам сделано но если такой ситуации вы не страдаете и просто у этих отражающих пленок у них вот это поглощение жары оно намного много много сильнее раз там в огромном количестве процентов отличается от того чем помогает обычная бронзовая у нас обычная бронзовая обычная синяя она вообще не справляется вообще не справляется и я когда процентное соотношение посмотрела когда мне указал молодой человек на это дело я обратил внимание и поняла почему и вот в себе как исключение я буду скорее всего вешать зеркальную но я продолжаю не рекомендовать то есть если есть возможность повесить не зеркальную сделайте не зеркальную а вот поэтому но опять же мнение повторюсь существуют разные но я не рекомендую планирую повесить зеркальную если я пойму что эффект мне не нравится я поверх нее наляпаю вторым слоем еще бронзовую я не знаю можно ли поклеить одну поверх второй но я уже сама клеила у меня уже определенный опыт есть ну как вариант для себя я это тоже рассматриваю но посмотрим не знаю еще тоже как бы думаю сомневаюсь но не рекомендую так так все у нас вопросы все вопросы у нас на сегодня друзья напомню что моя памятка классная ее можно скачать ее можно скачать чумовая памятка там все фотографии всех артефактов все цены на сегодняшний день то есть вы будете даже цены понимать обалденные деревянные подвесы над окнами я уже свои уже получила посмотрела повертела классные отфотка вам туда вставила единственное не успела на них обзор снять успеваете заказать себе пока еще цена по рынку ниже рыночной сейчас эта цена которая там 1200 за подвесы сосны это ниже рынка мы покупали с подругами и с клиентами по 1400 за фанеру за фанеру а фанерой сосна это как бы совсем разные вещи сосна круче так что имейте в виду и чтобы вдруг в одном магазинчике с большим ассортиментом получить бонус от меня называйте промокод не забывайте там в каждом пункте написано где промокод назвать ля-ля-ля-ля-ля я когда выложу это видео я опубликую здесь новый новый пост такой же только будет уже часть 6 под ним оставляйте свои вопросы как только их накопится какое-то нормальное количество я буду снимать дальше для вас эти видео все спасибо друзья что были со мной подписывайтесь на канал если еще не подписаны а с вами был канал артвасту и увидимся в следующем видео в следующем видео в следующем я вам подписывайтесь на канал Продолжение следует...